Шестая глава, двадцать первый, да, второй стих. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, таких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечную. А стыде? Разобрать. Это очень важно. Человек стал верующим. Оказывается, он из детства был верующим, рожденный, восьмой день обрезанный. Апостол Павел, бывший салон, ни одного дня не жил без веры в Бога. От фарисея, фарисей. И теперь, говорит, вспоминать приходится. И вспоминает, и ахает. Я гонителем церкви Божией был. По ревности. Если был вы беспечный, сонный, то и, да мало ли, какая там ересь выдумали. Пусть верует. Он гнал до смерти последователей сего учения, как он говорит. И обращаясь к римской церкви, к истечникам, говорит, раньше у вас были дела, которых вы сегодня стыдитесь даже вспоминать. Поэтому о своей прежней жизни никогда не рассказывайте, если жили во грехах. Хвалиться-то нечем, греметь этими орденами. Зловония не надо распускать. Господь простил, бросил за хребет свой, все утонуло, не соблазняй никого. Я еще раньше слышал такое выражение. Если ты будешь говорить о себе, что там у тебя было плохо, люди не поверят. Скажут, больше он делал, не все рассказывает. Если даже рассказывать будешь. А если будешь молчать, ничего и нет, спрашивать нечего. Делали такие дела, которых ныне сами стыдитесь. И вопрос, стыдимся мы или нет в прошлой своей жизни? Как себя вели? И нараспомнишь, что только голову опустишь, нигде никого нет, и головой только потрясешь. Это неужели все со мной было? Стыдитесь прежней жизни своей. Потому что конец ее смерти. Мы и не проглядывали смерть, но в конце пути пропасть, ад, огонь полыхающий. А сегодня святаясь, почему она против, Господи. И всегда думайте, что было бы со мной, если бы я не уверовал в Бога. У Бога все вымерено. Вот для чего была Первая мировая война вообще? Вот так если спросить, ну как для чего? Я самовышся. Огромная армия была. И с той стороны свергли того императора, свергли кайзера Вильгельма, и здесь Николая, родственники. Там революция, здесь революция. Вообще для чего? Войны бы не было, революцию нельзя было сделать. Эта война помогла. Царь, конечно, заканчивал высшее учебное заведение, академию военную. Он говорит, я до гробовой доски солдат. Так и получилось. До гробовой доски и дошел с этим. И он знал, ему говорили, война всегда объединяет людей, вызывает патриотические чувства. Это всегда было так. И он стандартно так и мыслил. И сколь его не удерживали, было бесполезно, он к этому стремился. Я не знаю, для чего она была война эта, но смысл ее все-таки не в том, что революция была, а смысл в другом. Вот считаешь, он раз биографию людей. Попал в плен у немцев. Ну и что? Всегда попадали люди в плен. На Агаршица. И попали не в Италию, а в Германию. А в Германии в это время духовное пробуждение было. Люди умирают почти с голода. И вдруг среди них в барахах появляются верующие немцы. И люди, которые знают язык, да плохо там, с акцентом. И начинают проповедовать Евангелие. Вот этот журнал «Вера и жизнь», который идет в свет на востоке, это они образовали. И первая волна верующих людей, уверовавших по Евангелию, была тех, которые пленные возвращались в Россию. Началась евангелизация. Может быть, только для этого вся эта война и была нужна. Все это очистить, храмы сбросить, а живое евангельское учение появилось на арене. Потому что стыдно вспоминать не только свою прошлую жизнь, но жизнь России, как жили, тысячелетия. Я долго размышлял об этом. Где слово «стыд» встречается еще? Оказывается, в Библии 176 раз встречается. Чтобы разобраться, не по-человечески, где стыдно, а по-божьему. Я убоялся Бога, спрятался, голый Адам был. Ну, понятно, стыдно было. А что стыдно? Это грех. А до этого ходил, говорит, и не стыдились. Не стыдились почему? Потому что ничего в этом нет, никакого стыда и не было. Это сегодня уже человек домысливый, и стыдно. Признали дело Христову правильное. А веру Христову не допустили в России по-настоящему. Стыд-то какой! Православные люди Бога не знают. Ужас! Стыдовушка-то какая! Пастырь и Христовы не знают, как проповедовать о Христе. Стыд-то какой! Тысячи лет прошло, и Евангелия в руках у людей не было. Вот куда стыд-то поворачивается. Бытие 2.25. Были оба Наги, Адама, жена его, и не стыдились. И Серахат 5.29. Посмотрите хоть немножко запомнить. Где мы ходим в стыде и не замечаем, что это стыд? Настоящий стыд. И стыдиться надо. Не противоречи истине. И стыдись твоего невежества. Меня часто страшно. Это вот если бы вы там были, вот такие сектанты, вы сумели бы победить их? Я бы рта не раскрыл, потому что они правы. Единственное, что я бы палец поперек губ поставил и сказал, молчите. Слушайте. Стыд-то какой! Спорят против истины. Стыдист твоего невежества. А это невежество на каждом шагу бывает. Бывает профессиональный человек, не дееспособен, а начинает оправдывать себя. Особенно ущерб большой наносят людям врачи. Все, газеты сейчас читаешь, смотришь журналы где, и страшно делается. Никакой заботы нет ничего. Не то-то дело определяет болезнь совершенно не та, лечит не от той болезни. Человек может жить еще, смотришь уже понер, ничего нет. Я сегодня только прочитал целую страницу про Ребришинскую больницу. Да ужас, концлагерь какой-то. И прямо с названиями врачей, почему старший врач ничего не делает, и высший ничего не делает. Бессовестность. А давали какую-то клятву. Клятву. Да клятва одна должна быть. Я человек. Я перед Богом. И передо мною израненный лежит, а я саморянин подошел. Вот и все. И возливаю и лею вино. И самое страшное то, что родственники просят ухаживать за больными, не допускают. И только в смертный час допускают, когда человек уже в коме полностью. И не допускают. В этом никакой нужды нет. Сидят, говорят, вместо того, чтобы определять болезнь, кроссворды разгадывают, за чай пьют. Сюраков 6.17. Ибо на воре стыд. Так это сколько же у нас воров-то сегодня. Нигде ничего нельзя оставить. Все тащат. Обедать садишься, фуражку под себя клади. Иначе тащат. Страна стыда, бессовестности. И далее. И на двоязычном злое порицание. Ну, двоязычный, говорит, отошел в другое совершенно. Двоязычный. Может даже похвалить, а отойдет, к тебе помосят. Злое порицание. Стыдитесь этого. Слово «да» и «аминь». А все остальное от Рогатова. Сираков 21.23. Иной из-за стыда дает обещание другу без причины. Наживает в нем себе врага. Наш Лёш говорит, а я обещал сегодня приехать. Зачем вы что-то обещал? Зачем себя связываете? Вы всегда говорите, как я, как учат. Если Господу угодно будет, и живы будем мы. Вот и все. Я вернусь домой. Приду. Нет, прям разбивайся. Вот я обещал. Никогда не обещайте, если в этом нет никакой необходимости. Доверься Господу. Ты обещал, не выполнил, не пришел и потерял друга. Потому что на тебя очень сильно рассчитывали. Из-за стыда дает обещание. Ну, раз все и я, а выше его нету. И потом раз в другое, а после уже вообще его списываешь, как будто нет. Сирахов 22.25. Нога глупого спешит в чужой дом. Но человек многоопытный, постыдится людей. А зачем он в чужой дом спешит? Обеды. Пообедать? А вы в чужой дом лишний раз не ходите. Если только близкие друзья. Приглашайте к себе заниматься словом Божиим. И будут добрые воспоминания. Оказывается, стыд на каждом шагу. Стыдись послушать у дверей. Стыдись подсматривать. Этому учите детей, внуков. Марка 8.38. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде тем привыбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда приидет. Вот стыд-то будет вселенский. Я мог сказать и не сказал. Я мог возвестить. И промолчал. Кто постыдится меня. Ну, Христа еще не каждый понимает стыдиться. А то, что Христову стыдятся. Да, это несвоевременно, это сегодня не актуально. И слова все знают, какие говорить. Учитесь цитировать Священное Писание абсолютно точно. Я сегодня с одним человеком разговаривал. Мне прям столько о чем готовлюсь. И такое. Такие важные люди. И их никто не может победить. Я уверен. Да. Одно предложение. Все заодно замолчают. А как это может быть? Никак и словно. Да как-то только вы можете. А почему я? Я никто здесь. Я привел Исаию, пророка Иеремию. Но они могли возразить. Ну, может и могли, пока не встретились. Но когда я их сказал с абсолютной точностью, мертвая тишина наступает. Все. Засобирались, и сразу у нас времени нет, мы побежали. Не стыдитесь слов Христа, как бы они вам ни казались слабыми или несвоевременными, не к месту, а не всегда. Во время и не во время, к месту и не к месту. Ты свидетельствуй Слова Божия. Лука, 18-2. Он говорит, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. То есть самое бессовестное это судьи. Сплошь оборотни. Как можно судить? Смотришь, ходатайствует. Три года сейчас в Новосибирском академгородке митингуют студента. Осудили человека, 12 лет дали студенту. Он совершенно не виноватый за убийство. Уже все доказали, а назад никак не могут повернуть. Подделали паспорт, она может описывать. Не подделали, он взял, жил на квартире, как бы у них бомж так. А потом умер, по его паспорту записали. Перестали платить пенсию. Она приходит домой, что у меня живой, не тот записанный метод. Она привела мужа, ну мы видим муж, но у нас записано. Два года у мужика прошло, возили-возили, и наконец заплатили сколько надо денег за документы и доказали, что он живой. И должен только суд утвердить. Без решения суда деньги не выдают. Ну вот он привезли, вот он живой. Ну мы видим живой, но у нас уже все. Более бессовестных никого нет. Доказать, что ты живой, невозможно даже. Это на всю страну известно. Пишут, фотографируют, он человек сидит. А то нам кажется так просто, нет. Судей, неверующих не должно быть. Он Бога-то не боится, а людей он вообще не стыдится. Пусть это будет мусульманин, пусть буддист будет. Любой сектант, не реки, кто угодно, лишь бы он боялся Бога, что за неправду, он от Бога получит воздаяние, возмездие. Только этого бы. Для суда-то нам важно не религию исповедовать, а правду выявить. И по правде повступить. Об этом тоже надо молиться. Римлянам 1.26. Потому предал их Бог по стыдным страстям. И дальше пересчитает женщина, мужчина, заменили естественное употребление. Буквально сгорает мир сегодня в этом. Какое бесстыдство. И все печатает, все артисты, кто с кем женился, как будто никого нигде нет. А одни только артисты, и как они женятся, и как разжениваются. Одно бесстыдство сплошное. Ну и будет день, когда придется умирать, и ты оглянешь, и тебе покажут, и назад ничего уже не возвратить. А плоды эти бесстыдства будут расти в детях, во внуках. Приучайте к целомудрии и стыдливости детей. Чем наш лагерь отличается от других, спрашивает. Главный вопрос. Ну, я бы мог сказать тем, что я наказываю детей. Это первое. Но главное, что мы стараемся, чтобы дети стыдились. Воспитать девочек целомудрия. Они этого не понимают. Они уже развращенные дети. Но все равно сеешь, сеешь, смотришь, где-то что-то прорастет. Первое к Коринфянам 11.8. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть истрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. В любое сердце зайдите бесстыже, а не бесстыже. Девицы бесстыже и льются. Вот и все. Раньше говорили как. Старые люди ударятся в осуждение, а молодые на блуд. Все специальности кончились. Если стыдно, а ей не стыдно. Если без головного убора в церкви находится человек, прямо показывается бесстыдство. Я пытался этим стихом рассказать, показать, как бесполезно. А нам не стыдно. Я отступился. Еще тут даже доказательства кончились. Не верующий не говорит, а верующий говорит. Я у лоптистов был. Ну и говорит, вот написано, если стрижено. А я говорит, пострижено. Ну и правда пострижено лежу. И не стыдно тебе, а сейчас все так. Надо с детства это приливать. А второе, это на коленях и страх Божий. Если страха Божия нет, то нет ничего. Продолжая даже у нас еще тут. Ко крещению готовится одна и то же постриглась. Ну, просто вовремя разоблачили, да еще один год отложили. Пока не подросли волосы, как у Самсона. Столовик Коринфянам 4.2. Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представим себя совестью всякого человека перед Богом. Значит, хитрость в искажении Слова Божия. Даже неумышленно это бывает тогда, когда человек не знает Слово Божие. Никогда по Слову Божию не спорьте. Кто-то говорит, ты точно сомневаешься еще, не проходил это место. Запиши. И скажи в следующий раз, запиши адрес, телефон, я тебе перезвоню. Дома приду, посмотрю. Не спорьте по Слову Божию. Вот который я дал материал, известный православный богослов на меня нападает. Оказалось, он Слово Божие не знает. Он не верит, что тысячелетнее царство наступило на Голгофа. Он не верит в это. Я ему это указал. Вы самый настоящий полновесный юритик с бородой, с жезлом и с крестом. Непростой юритик. А богослов, кандидат богословских наук. Четко по Писанию нужно знать. Не искажая Слово Божие. Не прибегая к хитрости. А скрытные, постыдные дела человеку мешают правильно мыслить. Спрашивают, а почему один человек принял истину, а другой не принял. Вот разговариваю. Одинаково они пришли. Два родных брата. Оба они с одного места. Одинаково верующие или не верующие. Один принял, другой нет. Дела. Один отвергает постыдные дела, а другой нет. В делах. Тяга к Богу все-таки прямо пропорциональна святости человека. Как и в монастырь говорят. Обратно пропорциональна красоте. Если дурнушка какая, и туда, и туда. А если она красавица, да еще и миссия, зачем в монастырь-то идти, когда я рай на земле. Эфицианам 5.12. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Это как бы повтор. Никогда об этом не говорить. А все романы, все писатели только об этом и пишут. Ну а как? Никак. Отвращайся. А если по программе где-то ребенок учит, и непотребство что-то. И без этого никак нельзя, чтобы не рассказывать. Дай ему понятие это, и чтобы он внес здесь коррективу. Что-то неправильно, это вредно, этого не нужно. Ребенок может рассказать очень многое. Это не угодно Богу, и Бог за это карает. Слово ребенка иногда не меньше веса, чем слово взрослого человека. Считаешь, 14-летний пацан, маленький совсем, и он в школе свидетельствует о Боге. Ну, православность, чего он может сказать о Боге? Ну, о крестике, об иконке еще, в храме, как он был. Нужно, чтобы ребенок с детства желал другим рассказать о Господе, как ему хорошо. А вы ему подтверждаете. Видите, как человек другой видит, вот был бы неверующий, это твое место. Ты другим не можешь быть, потому что грех обладает силой притяжения. Ты из этого круга никогда не выйдешь. Только вера во Христа, только сила Духа Святого спасает. Второе, естественно, Никийцам 3.14. Если же кто не послушает слово нашего всем посланиям, того имейте на замечание, не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Сегодня много, некоторые заботятся, с кем можно молиться, а с кем нельзя. Возьми старобрядцы, никак молиться ни с кем нельзя. Да с вами молиться нельзя, потому что поступаете не под Писанием. И устыдите его, и не сообщайтесь даже с ним. Другого-то нет, не с каждой, как палец прижмет, старый или новый стиль. Но кто не послушает слов послания этого, а послания как, когда они вообще Библию в руки не брали за всю жизнь. Когда считаешь и смотришь, целое общество находится в бесстыднейшем состоянии, отрекается от других, никого к себе не принимают, а как раз все надо наоборот. С ними нельзя знать все. Их нельзя близко к себе подпускать, чтобы они заразили, они невежеством, в котором пребывают. Не сообщайтесь с теми, чтобы устыдить, пробудить стыд. Второе, Тимопея 1.8. Но есть у меня дела, которых стыдиться никак нельзя. Это проповеди, Слово Божие. Не стыди свидетельства Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Божиим. Себя надо на это настраивать. При народа перекрестить. Это не просто так. Где сказать, когда, а сколько людей, а как это реагирует. Стал говорить, а в какой момент говорить. Не просто так. Есть такой человек, он не понимает, каждого хватает, и у него ничего не получится. Ты стой и проси Бога, положи на сердце, в какой момент мне сказать. Или ко мне обратятся, или что-то они будут говорить, и будет задан вопрос, а я тогда буду отвечать. Не стыдись благовествования. Ты проси только, когда ешь в поезде или где, Господи, сделай так, чтобы люди не разошлись, когда я им скажу о Господе. И Бог как-то так сделает. Как, с чего, после начинаешь смотреть и не знаешь, с чего все началось. Главное, не стыдись. За свидетельствую радость, что ты знаешь Бога. Титул 1.11. Каковым должно заграждать устав? Они разгощают целые домы, учащему не должно, и с посыдной корости. Корость, прибыль. Если видите, что где-то делается, прибыль, ради прибыли, беда. Вот сейчас опять новые съемки пришли о сектах. И выступает этот сектовед. Какие признатики в сектах. Я только смотрю и думаю, абсолютно бессовестный, бесстыдный человек. Как ты говоришь других, когда у самих все это есть о сектах, там проповедуют спать меньше. Да только радоваться надо. А вот о них говорят, там вот сдают все и... Да это в монастыри настоящие. Да они там ограничивают их в питании, в пище. Да, мил человек, да отбернись на себя. Да тысячу лет в монастыри на этом стоят. Как ты можешь кого-то судить, каких-то сектантов? Когда это полезно любому человеку. Это полезно для здорового образа жизни. Ну а кроме того и православие никогда этого не отрицало. Фотографирует, женщина лица не видно. Почему? Специально, чтобы есть, что плохо не было. Кто? А в пятидесятники муж пошел, харизматы. Ну я спрашиваю, а что они тогда могут тебе сделать? Не знаю. Даже лучшее свидетельство, что ничего плохого они не делают. Он ее не побьет, муж теперь. И главное, лицо не показывает, страх нагоняет на зрителя. Я сижу и смотрю, бессовестное. Я не согласен с пятидесятниками, но у вас дома-то никакого нет. И фильм заканчивается, и они Библию ни разу не открыли. Сектанты падают, в обморок, там все как есть у них, да. Они доводят до этого состояния-то. Ну у тебя против-то сказать нечего. И самое-то главное, что если бы православные батюшки свидетельствовали, и жили по Христову, слово к себе-то не тянули, там свечи продавай, там молитву продавай, все. Постойной корости-то это не было. Ну и всех, кто поменьше, наверное, было, а может быть совсем бы не было-то. Я вот когда слушаю и выступаю такие знаменитые богословы православные, еще ни разу не было, чтобы я на их стороне был. Я вижу абсолютно бессовестность. Сектанты мне согласны, но пячут с ним. С их стороны я уже начинаю этих судить. Ну, как можно отрицать то, что Слово Божие говорит? Ты причину ищи в самом себе. Вы свидетельства Христова не допустили без людей? Они пришли на пустом. А вот он глухонемой, а теперь ходит из дома бежать на собрание. Да одна только радость. Почему ты не говоришь, что до этого он был наркоман, потом только узнаем. Что до этого он пьянствовал из дома и все тащил. Да лучше бы пьяница был, чем пошел к этим сектантам. Не знаю, чем это лучше. Я знаю одно, что со Христом всегда хорошо. Если я буду беседовать с сектантом, у него в руках Слово Божие, есть шанс застучать туда его сердце. И селя на молитве тоже надо проверять Господе. Да не будет сказано обо мне, что человек без стыда. Без стыда это значит потерял связь с Богом. Это не простой упрек, как скажут, бессовестный. Совесть. Ты не слышишь голос Божий. Поэтому на молитве надо себя проверять. Остановись и скажи, Господи, проверь меня, положи мне на сердце, как я поступаю, ладно или нет. Как старые грехи о чем говорят, стыдно прежнее дело, чтобы никогда не вспоминать и никому не рассказывать. Бывает и в прежней жизни что-то такое, где тебя Бог вел, где тебя открывал, где тебя касался, а ты не ответил. Это можно рассказывать. Но Он говорит, дела, которых сегодня сами стыдитесь. И когда мы будем уходить из этой жизни, мы припомним жизнь уже у верующих. И чтобы нам не было стыдно, что я был верующий, и куда меня заносило. Да помилуй их Господь, и да пробудет наш стыд. Аминь. Аминь.